МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Папа Франциск прибыл в Польшу с апостольским визитом. По словам понтифика, сейчас в мире идет война не за религию, а за деньги, ресурсы и власть. В своей речи в Кракове он призвал мировое сообщество координировать свои действия для предотвращения вооруженных конфликтов. Не бойтесь, не надо бояться. Господь велик, Господь благ. И у каждого из нас есть внутри что-то хорошее. Понтифик прибыл в Польшу для участия в проходящих здесь всемирных днях католической молодежи. Здесь он призвал все страны принимать беженцев, которые покидают свои дома из-за войны. Папа Франциск подчеркнул, что такой подход соответствует духу христианства. Поездка в Польшу 15-й по счету зарубежный визит Папы Римского Франциска и его первый визит в Центральную Европу. Президент России Владимир Путин поручил совместно с властями Сирии начать масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. Она будет заключаться в создании коридоров для выхода людей из блокированного города. Как сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, проводиться она будет совместно с правительством Арабской республики. Для оказания помощи мирным гражданам, оказавшимся в заложниках у террористов, а также для боевиков, пожелавших сложить оружие российскому центру по применению враждующих сторон совместно с сирийскими властями, открыть три гуманитарных коридора, развернуть в районах этих гуманитарных коридоров пункты горячего питания и оказание первой медицинской помощи. При этом российская Миноборона обратилась к руководству Сирии с просьбой гарантировать амнистию тем, кто не запятнал себя в кровавых преступлениях. Кроме того, в соответствии с поручением Владимира Путина, а также по личной просьбе госсекретаря США Джона Керри в Женеву направляется группа военных экспертов для выработки совместных мер по стабилизации обстановки в районе Алеппо. Ну а мирные жители Ливии в среду начали возвращаться в ливийский город Сирть, практически освобожденный от исламского государства. Под контролем боевиков он находился с прошлого года. На дороге, ведущей в город, все машины проверяют военные, правительственные армии. Мы должны защитить прибрежную дорогу и обеспечить безопасность дороги из Месураты в Сирть, а также обеспечить безопасность семьям, возвращающимся в освобожденные районы. Военные конфискуют у водителей топливо. Если его везут в больших объемах, опасаются, что бензин продадут боевикам исламского государства. Ранее в городе боевики оборудовали множество снайперских позиций, установили мины-ловушки и другие взрывные устройства. Кроме того, смертники совершали атаки на заминированных машинах. Сейчас террористов удалось почти полностью вытеснить из города, однако очаги сопротивления еще остались. В ходе операции погибли 300 военных, более 1300 получили ранения. Сирт был самой важной базой для исламского государства за пределами Ирака и Сирии. В России благодаря программе поддержки молодых кадров в сфере здравоохранения «Земский доктор», по которой положены выплаты, приезжают терапевты и врачи так называемых узких специализаций. Теперь на местах задумываются о денежном поощрении для среднего медицинского персонала, фельдшеров, акушерок и медсестер. Чтобы получить миллион рублей, врачу необходимо устроиться в сельскую больницу. Деньги выплачиваются сразу, но при этом доктор обязуется работать на селе не менее пяти лет. Так, в Воскресенское приехали трудиться уже пять сера специалистов. Сейчас оформляется шестой детский стоматолог, после чего в больнице заполнятся все вакансии. Есть перспективы развития сельского здравоохранения. Люди же уходят на пенсию, приходят молодые специалисты. Это есть продолжение, это есть жизнь. Благодаря программе «Земский доктор» за четыре года работать в села Саратовской области уехало более двухсот врачей. Здесь уже всерьез задумываются о необходимости новой подобной программы выплаты подъемных для среднего медицинского персонала. На селе сейчас требуются также фельдшеры, акушерки и медсестры. Аналогичная программа стартовала в этом году в двух районах Курской области. Размер подъемных, конечно, скромнее, чем у врачей – 300 тысяч рублей. Но первые результаты уже есть. Фельдшеры и медсестры из других регионов начали переезжать в курдские села. Православные верующие сегодня вспоминают одного из самых почитаемых святых – великого князя Владимира. Его честь, отмечая за день крещения Руси, во всех храмах – торжественное богослужение. Сотни людей приняли участие в крестном ходе. Во всех храмах звучал праздничный перезвон, особый благовест. Начался в полдень на Дальнем Востоке и потом прокатился по всей стране. Мечты сбываются, и это доказала одна благотворительная организация. Шестилетний Этан Дин неизлечимо болен, но его лицо озаряет счастливая улыбка. Осуществилась дальняя мечта малыша. Он на один день станет владельцем мусоровоза и прокатится на нем по улицам Сакраменто. Кто ты? Мусорщик! Был ли у тебя знаменитый водитель-мусорщик, который покатал тебя по городу? Сэм! Во время поездки по городу машину сопровождал почетный полицейский патруль. Поддержать малыша пришли родственники и жители города. О его мечте, кажется, здесь знали все давно. Каждый раз, когда я прихожу к нему, первое, что он говорит – «Хочешь поиграть с моими мусоровозами?» Мы начинаем играть, и он обожает это. Я пришел сюда, чтобы поддержать больных детей. Мне кажется, очень важно собраться вместе и провести массовое мероприятие. Мы давно знаем – он любит мусоровозы и Звездные войны. Грустная история со счастливым концом. Пес, брошенный в искореженном после ДТП авто, станет полицейским. Собака получила серьезное ранение. Иркутская полиция нашла ее едва живой, с сильной кровопотери. Покалеченную собаку, которую нашли после ДТП в машине, приютят в полицейском питомнике. Напомним, что 19 июля в Иркутской области был найден вылетевший с дороги и перевернувшийся автомобиль с тяжело раненной собакой внутри. Владелец машины и животного, по всей видимости, сбежал с места аварии. Сейчас личность водителя, который сбежал с места ДТП, установлена, но забирать собаку он так и не собирается. Так как в столкновении никто не пострадал, административное наказание к нему применять не будут.